Чудесный Господь! Мы выделили, чтобы как-то по-особенному поблагодарить Господа за все его милости, заботу его, за то, что он совершает и делает в нашей жизни. И, естественно, но кто, как не мы, которым знаем того, кто нас искупил, может прославить его. Поэтому мы выделим несколько минут для свидетельств. Я не знаю, какой был этот год, но я знаю одно, что до сего момента, до этого часа, до этого дня Бог нам помог. Он дал нам силы преодолеть многие вещи. Так что давайте несколько свидетельств сделаем. Пожалуйста, можете сюда проходить. Сестра Зоя, вы первые. Молодцы. Если бы не Господь, где бы мы были? Благодарю вас, дорогие братья и сестры, за вашу молитву. Благодарю Господа за мое исцеление. Вы не представляете, какое это было чудо не только для меня, но и для всего медперсонала в этом отделении. Они не знали, что со мной делать. Они приехали и долго совещались, куда меня везти. Или в кардиологию, или в хирургию. Пульс упал до 35 ударов. Боль разрывала на части. Сердце останавливалось. Но добрались мы до больницы. Сколько кололи этого морфия, пересчитать нельзя, я от него уже. Опьянела и одурела. А боль не проходит. Делать операцию сердце не выдержит. Не делать операцию сердце станет все равно от такой боли, выдержать ее невозможно. И когда сын позвонил, и вы начали молиться, и что самое главное, именно в половине третьего, в воскресенье, моя кишка развернулась в нормальное положение. Слава Богу. Все. Они не верили. Приходили, спрашивали, давят меня на живот болиды. Говорю, нет, не может быть. Не может быть. Я говорю, Господь меня исцелил. Церковь молилась. Они так, как будто бы соглашаются. Да. Но все равно, как это? Как это может быть? Вот так вот резко. В одно мгновение все это наладилось. И потом приходили, приводили молодых врачей, по пять человек, рассказывали им, говорили, вот. И опять же повторяет, это невозможно. Но, Господу, все, все возможно. Я вас благодарю всех за ваши молитвы. Я вас люблю всех. Да будь Господь благословен и вам тоже благословений, и здоровья, и всей милости. Спасибо вам большое. Аллилуйя. Слава Богу. Я не хочу остаться неблагодарным. Просто в нашем возрасте вот как бы ходит такое поверье, как говорят, если ты проснулся и ничего не болит, значит, ты не проснулся. А я просыпаюсь и ничего не болит. И кричу, Господь, разве это не ты? Это ты, это твоя милость. Это твоя верность, которая обновляется каждое утро. Я просто благодарен Богу. Великий Господь наш. Аллилуйя тебе. Аллилуйя тебе. Аллилуйя. Несколько лет под, я думаю, все знают, как экономика сильно упала. Много людей потеряли работу, не были работы. И у нас тоже был такой период. Было, ну, трудно, сухо. И одно воскресенье, я помню, пастор здесь говорил, я верю, в этот год будут просто большое процветание в бизнесах. И я как-то стоял и взял это слово для себя. Сказал, это я буду в том счету. И в тот момент я сказал, это будет в моей жизни, и я буду свидетельствовать. И вот как-то открыли микрофон, и меня, я сразу не хотел, но думал, Дух Святой сказал, как ты можешь молчать. Я не могу молчать, поэтому я хотел сказать, вот с того периода Бог просто начал работать в наших сердцах. Он начал вот это разламывать, ценность, которую мы, которую я ставил на финансы, на работу. Вот это начал ломать, и, ну, не было легко, и это не было безбольно. И просто он начал показывать, что даже, насколько мы не будем стараться, без того, чтобы, как, если ум наш не будет разновляться, обновляться, и сердце не будет на правильном месте, мы не сможем даже быть верными в самом маленьком. И вот это мне очень открылось, и мы начали в этом и двигаться. И Бог очень большой прорыв дал насчет этого года, просто во всех сферах. И я благодарю Бога за все, что Он верит Своему Слову, стоит за Своим Словом. И мы просто теперь смотрим назад чуть-чуть, и если бы мне сказали, если бы я даже знал сам, как вот будет, я бы в себя не верил никогда, насколько Бог просто открывает и благословляет, как наши, наши сердца и ум в правильном месте и руслах. Аминь. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, очень рада вас видеть. Я очень за вами соскучилась, тот, кто не знает, может, кто не знает. Я живу во Флориде уже больше года, и я также не могу молчать в это воскресное утро о той милости, которую сотворил со мной Господь. Четыре месяца назад я попала в очень серьезную аварию. Возвращаясь с работы, я медицинский работник, и я также нашла работу во Флориде. Работая в большом госпитале, после ночной смены я возвращалась домой. И кто знает Флориду, какие там контингент ездит, какие бабушки на дорогах, то одна из таких бабушек меня очень сильно подбила, и моя машина Total. И случилось так просто, это было очень неожиданно, она резко меня так подбила, я ее совсем не видела, и моя машина ударилась в бетонную стену. Эта авария была сильнейшая, и меня эвакуировали на пластмассовой доске, и у меня так горела, болела спина, что я, скорее всего, это был перелом. Это был перелом позвоночника, потому что, как работник, я понимаю эти симптомы. И в пять часов я пробыла в emergency, и персонал говорил, сделали тесты, сделали анализы. Я была совершенно одна. Мои родители были здесь, в Портленде. Как раз в это время я оставалась дома там одна. И не было никого. То есть я была я и Бог, и это проблема. И я вызвала к Богу, что со мной Господь, что я должна сделать. Я хочу, чтобы и в этой ситуации проявилась твоя слава, твоя сила. И персонал не хотел меня отпускать. Они говорят, у тебя внутреннее кровотечение. Говорит, мы готовим тебя к операции, мы везем тебя на операцию на срочную. И мне уже одели эти все браслеты, которые хирургические. Все, говорит, мы тебя везем, мы тебя не отпускаем. И такой внутри я не могу даже передать, что это за чувство, что это за голос. Я не слышала никакого голоса, но пришло такое знание. Если ты не хочешь оставаться здесь, на этой пластмассовой доске, у тебя есть сейчас выбор. Или ты встаешь, или ты остаешься здесь навсегда. Я сказала, Господь, я не верю этому персоналу. Я не верю, я знаю, что только ты мой целитель. Ты и только ты. У меня была привязанная шея, у меня были привязаны руки, ноги. И ноги не привязаны, одни ноги только остались не привязаны. На этих пластмассовых досках я позвала персонал, говорю, отвязывайте меня. Я иду домой. Говорит, у тебя что-то неправильное с головой. Это серьезные симптомы уже пошли. И я говорю, нет, я ухожу. Я ухожу, отвязывайте меня. И вот я здорова. Я совершенно здорова. Слава Господу. Слава Господу. Я благодарю Господа, что Он мне дал шанс. И этот шанс есть жизнь. Я очень благодарна. Хотя я уже среднего возраста, кто старшего возраста, кто молодого возраста. Как коротка жизнь. Никогда не знаешь, что может с тобой случиться. Особенно здесь. Мы все ездим на машинах. Движение сильнейшее. Кто вокруг нас знает, ездит в каком состоянии. Мы не можем контролировать этих людей. Но Господь держит жизнь в наших руках, в своих руках, в нашей жизни. И я еще раз, и еще раз благодарю Господа, что Он мне даровал жизнь. И я совершенно здорова. У меня нет никаких последствий, никаких симптомов той страшной аварии. Я благодарю Господа. Аминь. Я хочу поблагодарить Господа за все милости в этом году. Потому что много их очень было. И я просто продумывала, почему мы проходим за год через определенные вещи. И так Дух Святой мне сказал, что потому что, когда мы в Новый год, в ночь Нового года, когда мы встречаем Новый год и молимся, и мы делаем определенные шаги в Новом году, то Господь проводит нас. И потом в конце года Он показывает, почему ты проходил. И это только для того, чтобы поднять нас на какой-то высший уровень, чтобы вытрясти нас, что нам мешает его больше узнать. И я благодарю Господа за все, за что мы прошли, наша семья, наши отношения с мужем в этом году. И Господь допустил и бурю, и потрясение, и тьма сгустилась сильно. Я просила моих дорогих друзей с нашей церкви и мою семью, чтобы молились, чтобы Господь и Дух Святой сам сделал работу с нами. И оно совершилось. Я благодарю Господа за все, благодарю каждого, кто молился за нас, стоял в проломе. Просто из невозможного стало возможным. Самое большое я благодарю Господа, что Он изменил меня. Это очень в духе изменения произошли. Он исцелял мои раны душевные, Он направлял меня, Он дал мне свою любовь. Я Его просила, чтобы Господь дал мне свою любовь. Я так благодарна Его, потому что сама я не могла себя никогда изменить в этом плане. Я благодарю Господа, что вся семья моя здесь, потому что мы сильно переболели в эту неделю. И на Тенске, когда мы лежали дома в температуре, все кашли, сильно был. Я сегодня громким голосом прославляла Его имя и почти даже не кашляла. И моя семья вся здесь, на этом месте. Мы славим Господа за все, за все. И благодарю всех, кто за нас стоял в луме еще раз. Благодарю Господа за все его милости. Слава Ему. Так мало времени осталось, я хочу самое главное говорить, что было в моей жизни. Так получилось, что я оставался и без работы, и семья чуть не отказалась от меня. Слава Богу, что есть у нас в церкви такие люди, которые приезжали даже ко мне на работу. И молились за меня Женя Калинченко, Мирослав, пасторы. Я благодарю за это, за то, что они неравнодушны. Бог всегда выходит на встречу в свое время. Бог все вернул обратно, все назад. И еще больше было оставил, чем я думал. Спасибо. Ой, аллилуйя, слава Господу. Господь дорогой, я благодарна Тебе, Боже, за эту возможность, что я могу сейчас засвидетельствовать о том, что я уже много лет с вами знакома. А знакома, ну, мой зять приезжал и привез мне кассету или диск, это как называется, не знаю. И когда вы все молились, я молилась вместе с вами. Я молилась, и не то, что я просила, я просто говорила, Господи, какая церковь, вот бы мне туда попасть. И это Господь устроил. Я так благодарна Господу, я очень благодарна, слава Ему, Господь дорогой. Он меня вел, Господи, я не думала, что я попаду сюда. Когда я приехала в Москву, проходила собеседование, и слава Богу, Господь мне послал такого консула, который, ну, много очень мне говорил, что, ну, назвать причину какую, что меня притесняют, это самое главное. Ну, я не могла такой причины. Единственное, что я сказала, что в больнице, когда я лежу, часто попадаю в больницу, не дают читать Библию. Вот. Ну, а он говорит, скажите, может, вас кто бил, может, к тебе? Ну, нет, не били. Он так добивался того, что, скажите, может быть, просто кто ударил, кто там, извините, плюнул на вас, кто-то оскорбил так вас. Я говорю, нет. Вот такого серьезного у меня не было, чтобы попасть сюда. Ну, когда я уже вернула, они сказали, в общем, езжайте домой, мы вам сообщим. Ну, у меня уверенности не было. Но через месяц пришло письмо, что меня сюда пропускают, и для меня это был шок. Я и хотела, и не хотела, знаете, расставаться там с любимыми детьми и внуками было очень тяжело. Вот, так как я, ну, воспитывала дочь моя с зятем приемных детей, и я была очень привязана, потому что с дня, как их принесли малютками с роддома, я уже с ними была 11 лет, и мне было очень тяжело. Они мне родные были, тяжелое было расстояние. Но Бог позволил, и я приехала, слава Богу, и здесь уже Бог мне помогает, потому что я прооперировала здесь уже глаза. Правда, слава Богу за это, я вижу хорошо, но только свет, вот мне мешает резкий свет, и на улице солнышко, а так все нормально. Вот, и я прошу Господа, и благодарю Его, что Он мне помогает, делает все, и хочу попросить вас. Сейчас вот такая возможность у меня, потому что у меня 4-го числа будут оперировать, ну, к сердцу не поступает кровь с задней стороны. И, в общем, я прошу вас, помолитесь, чтобы все благополучно прошло. Я знаю, я верю, что Господь, раз Он меня привел сюда, Он помогает и очень много делает для меня, слава Господу. Еще я хочу поблагодарить своих внуков, Олега Неношу, за ее заботу, за ее нянчение со мной, потому что, знаете, у нее четверо детей, а я пятый ребенок. И я знаю порой, что я большая абуза, но она все выносит терпеливо. И я очень благодарна ей, слава тебе, Господь, что у меня такие внуки и такая внучка. Я благодарю вас за все, за все ваши молитвы. Слава Богу. Слава Богу за все свидетельства. Ага, давайте. Вы постарайтесь сразу к детали. Аллилуйя. Я бабушка Валя. В декабре, 25 декабря, будет 78 лет. Слава Богу. Господь меня, мне можно уже вот такую книгу писать, сколько раз меня Господь спасал. Слава Ему. Вот, слава. Я хочу несколько слов сказать. Слава Господу Богу. Значит, однажды брат Сережа проповедь вел о доброте, о внимании друг к другу, о помощи. А тут, главное, за неделю назад было такое, что надо было благословить одного брата. Я его благословила. Благословила, прихожу, это было воскресенье, прихожу в понедельник к американке, и она меня благословляет. Дает мне точно то же самое, что я благословила. Я подошла к Сереже и говорю, Сережа, большое вам спасибо через неделю опять за такую проповедь, которую вы, значит, вот говорили. Надо быть людям добрым, сердечным, любящим. Вот я, например, всех здесь люблю. Буквально. Люблю. Просто я не могу подойти к каждому и сказать. Для меня все такие красивые, все такие приятные. Люблю всех. И мне даже моя сестра говорит, почему ты вот видишь красоту в комнате? Я говорю, ну, люблю, ты понимаешь? Люблю и все. Сережа, значит, говорит, надо это засвидетельствовать. То, что, значит, вот тебе вернулось то же самое. Я говорю, да зачем выпячиваться? Понедельник. Прихожу к другой американке. Она мне говорит, я тебя благословляю. Я говорю, как? Она говорит, вот, да, дает конверт. Там не в один раз, не то же самое, не в пять раз, не в десять раз. В одиннадцать раз больше того, как я благословляла. И большое вам спасибо. Я вот тут попала в госпиталь. У меня большое было давление. Мой племянник попросил помолиться. Господь опять меня исцелил. И всегда, когда Сережа, пастор, я просто в коридоре одна же подошла. Сережа, помолись. Вот я вот уже месяц не слышу. Какое-то сложнее. Помолился, через неделю все прочел. Слава Богу. Спасибо Господу и церкви. Слава Богу. Приветствую, братья и сестры. Сидел, думал, наверное, уже не надо выходить. Много времени заняли свидетельство. Но Дух Святой побуждает. Я хочу сказать о молитве церкви. Моя фамилия Антипов. Может быть, кто-то не знает мою фамилию. Но вы молились за меня. Поэтому я здесь стою. Это очень серьезно. Когда я, после операции, прошло буквально пять месяцев, у меня было очень тяжелое состояние. Меня по какой-то причине приглашают на свадьбу. У меня такая внутренняя борьба. Как в церковь не могу пойти? Господь, какая свадьба? Как-то совесть меня осуждает. И в то же время мир проходит в сердце. И я стал молиться, говорю, Господь, если ты хочешь, чтобы я там был, вот искренне, просто искренне, без лукавства, то я пройду туда, все знают, что со мной. Ну, в общем, попал я туда. Бог мне дал на тот день силы. Я так потихонечку за руку с женой пришел, всех удивил. Ну, я отошел в сторону еще час до свадьбы. И я просто стал никому не мешать. Там облокотился, обстал и стою. Смотрю, ко мне идет какой-то мужчина. Ну, я так посмотрел по сторонам. Тут только один я, никого нету. Он направляется ко мне. Подходит и говорит, ты Антипов Александр? Я говорю, да. Он говорит, ну вот, теперь я буду знать, за кого я столько времени молился. А то, говорит, молимся, говорит, и в церкви о тебе, и на ячейке. А я не знаю тебя. Ну, говорит, слава Богу, говорит. И развернулся, и пошел. А не, я говорю, а ты с какой церкви? Он говорит, я в баптистскую церковь, он ходит. Ну, как, вот, в баттлграунде. Коломойский, коломеец. Ну, я так удивился, вы знаете, искренне. Сел один, и сижу, говорю, вау, Господь, какие дела твои великие. Бог начал говорить ко мне. Вот не в духе, он начал говорить мне словами, голосом. Вот послушайте, что говорит Бог. Он говорит, за тебя было столько молитв произнесено. Я был как мертвый. Бог говорит, и Он мне опять говорит, за тебя столько молитв было произнесено. Вы знаете, я просто стал рыдать. Мы очень часто не понимаем, что такое молитва, особенно церкви. Когда призывают молиться или просят, это работает. Сто процентов работает. И его ухо не отяжелело слышать молитвы. И я вспомнил, как когда-то, когда я только уверовал еще, и в церкви всегда вот записки, давайте молиться. Я молился о чем угодно, только не о том, о чем просили. Вдруг приходило на память о чем-то другом, помолиться. Но надо молиться о том, о чем сейчас нужда. Потому что в этом великая нужда. И это работает. Я здесь стою перед вами, потому что вы молились за меня. Это очень серьезно. До операции пришел такой мир, невероятный мир в сердце. Как будто мне зуб везут рвать, или даже еще того меньше. Такое спокойствие. Они меня привезли, начали там меня готовить, а я с ними шучу. Они говорят, ты вообще соображаешь, что сейчас с тобой будет? Я говорю, да, все нормально. Я все соображаю. Молитва. Это невероятно важно и большое дело. Поэтому когда будет пастор, или кто бы ни было, просто позвонит и попросит. Помолись. Нам надо просто делать свое дело. Не смотреть, работает, не работает, а за того молились, не молились. Мы ничего не знаем. Нам надо делать свое дело. Молитва. Это то, что очень серьезно в духовном мире. И то, что работает, тысячу процентов работает. Спасибо Богу нашему за то, что Он держит свое слово. И Его ухо точно не отяжелело слышать нас. Аминь. Аплодисменты. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте мы откроем наши сердца, чтобы в день благодарения действительно прославить Господа. И мы это будем делать, прославлять Господа в нашем добровольном даянии Господу. Аминь. Аминь. И я хотел прочитать одно место. Одно место. Знаете, Илья уже сегодня напоминал. И действительно мы так часто забываем и не помним, насколько мы зависим от Бога. Насколько в нашей жизни так много Его. Все от Него написано. Все от Него. Аллилуйя. Знаете, однажды был такой царь небезызвестный. И это был царь Давид. И однажды уже, когда его жизнь заканчивалась, вы знаете, у него была мечта построить дом Господу. И когда Бог сказал ему, что ты не построишь мне дом, но твой сын построит, Соломон, он стал собирать сокровища для этого дома. И он столько много собрал. И он сказал это перед всем народом. Это записано в 29 главе книги Парлипоменон. Я не буду все зачитывать. Но он отдал не только все, что он накопил. Он говорит, есть у меня еще и свое сокровище, которое я сохранил. И это я жертвую. И когда он это сделал, написано, что стали жертвовать и начальники семейств, и начальники колен Израилевых. И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Так же и царь Давид весьма радовался. И смотрите, как молится Давид Господу. И говорит, и благословил Давид Господа пред всем собранием. И сказал Давид, благословен ты, Господи, Божий Израиля, Отца нашего, от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего. Как владычествующий. Понимаете, Он был царем, но Он говорит, Господи, все то, что Я имею, это величество. Множество народов, окружающие Его, были покорены. Написано, что в то время наступил покой, потому что не было войн, потому что Давид уже всех покорил. И вот это величие, вот это царство, которое Он имел, Он говорит, Господи, это все Твое. Это все от Тебя. И дальше Он говорит, и богатство, и слава, от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы словословим Тебя, и хвалим величественное имя Твое. 14 стих. Ибо кто я, и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе, потому что странники мы пред Тобой и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно и все Твое. Знаю, Боже мой, что Ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие. И смотрите, Давид делает признание Богу, которого он любил всю свою жизнь. Он говорит, я от чистого сердца моего пожертвовал все это и ныне вижу, что и народ Твой здесь, находящийся с радостью жертвует Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, Давид, несмотря на то, что он был царем, могущественным, величественным, но он понимал, что он целиком зависит от Него. И он говорит, все, что от Твоей руки полученное, от Твоей руки. Знаете, тогда мы можем думать, Господи, и забывать действительно, и мы думаем, может, я такой успешный, я такой бизнесмен, или так у меня хорошо работать получается, но помни, что все это от Его руки получено. Твое здоровье, твой успех, это от Него, все от Него. Давайте мы станем вместе. И давайте, как Давид, он говорит, что когда он пришел, он говорит, Господи, от чистого сердца я жертвую Тебе. Давайте все то, что в этот день благодарения, что мы приготовили сегодня, это семя, от чистого сердца для Господа, от Которого все, от Его руки полученное мы приносим Тебе, Господи, от руки Твоей полученное мы приносим Тебе, Господи. Спасибо Тебе, Иисус, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Бог, за Твою заботу о нас, Господи. Мы благодарим Тебя. Мы величаем Тебя. Мы превозносим имя Твое, Господи. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Мы жертвуем это для Царства Твоего. Приносим Тебе этот дар, Господь. Пусть в этом прославится имя Твое, Господь. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Моря отдадут всех тех, кто в них умер. Гробы откроются, цепи пленных спадут. А те на земле к небесам вознесутся. Семя Авраама, как песок множества. Это те, кто прошли через великие скорби, кровью анса, Аминь. 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 Песня. Песня. Аминь. 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 И в силе великой голос И слышен святеть ли облака без победы поют И в город чудесный переступили Великую радость, что Отец нам дает И станут родные Все пилигримы И больше не будут томиться душой Стол приготовлен на праздник великий И слышен глаз Божий От зисы родной Это те, кто прошли честь Великие скорби Кровью от забывшей одежды свои Перешли через скорби Великую радость, что Твоя царь Искупленный Что Твоя царь Искупленный Аминь 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 смысл Слава Господу Я тоже хочу сказать благодарность Господу. Мы собирались на Тенцгивен всей семьей. И самая огромная благодарность это за наши семьи и за наших детей. Я не знаю, как вы, но мне кажется, больше для мамы счастья не надо, когда все хорошо в семье. Слава Богу. И глядя на эти плоды, я, конечно, смотрю и думаю, Господи, хоть бы не быть амброзией перед Тобой, если вы не знаете, что это такое, да, это такая трава, бурьян, наверное, 90% имеет аллергии на этот бурьян, то дай Господь, просто сохрани, помилуй, чтобы принести перед Господом такой же прекрасный плод, как вот здесь мы видим. Я хочу прославить нашего Господа. Я хочу прославить нашего Господа. Журавли улетая, словно манят меня, И дождливой слезою кропят небеса, Будто плачут о том, что вернуть уж нельзя. Осень, осень, задумчивое время, Осень, давай себя проверим, Осень, напомнила опять, Что мы пришли сюда не отдыхать, Осень, задумчивое время, Осень, давай себя проверим, Осень, напомнила опять, Что мы пришли сюда не отдыхать, Как вернуть те мгновенья, Где не так поступал, И где лучшему другу Не от сердца прощал. И когда в суете я так часто роптал, И что сеял я, то и пожал. Осень, задумчивое время, Осень, давай себя проверим, Осень, напомнила опять, Осень, напомнила опять, Что мы пришли сюда не отдыхать, Осень, задумчивое время, Осень, давай себя проверим, Осень, напомнила опять, Осень, напомнила опять, Что мы пришли сюда не отдыхать, Пусть плодами любви Наша жизнь засветет, Из хорошей земли, Семя правды взойдет, Чтобы осень потом не была нам судьей, Чтобы жизнь без плода не прошла. Осень, задумчивое время, Осень, давай себя проверим, Осень, напомнила опять, Что мы пришли сюда не отдыхать, Осень, задумчивое время, Осень, давай себя проверим, Осень, напомнила опять, Что мы пришли сюда не отдыхать, Что мы пришли сюда не отдыхать. Слава Богу! Наш Бог благ! И попросили поделиться о благодарности. Мне кажется, это одна из тем, Которая постоянно звучит и должна звучать. Особенно в жизни христианина. Вообще благодарность это фундамент нашей веры. Благодарение Богу за то, что Он сделал для нас И продолжает делать. За то, что не мы избрали Его, Он избрал нас. И вообще благодарность это сила. И часто мы не замечаем и можем пройти мимо этого, Но благодарность и огромнейшая сила. И когда мы начинаем благодарить, Мы высвобождаем эту силу. И часто враг делает все, чтобы мы не благодарили. Потому что он знает сила, которая заложена в ней. Знаете, Павел пишет в 1 Фессалоникийцам, Он пишет, Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Всегда радуйтесь. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. Но так часто молиться мы можем, А вот всегда радоваться и благодарить это уже труднее. Особенно, когда обстоятельства не такие, как мы хотим. Знаете, иногда легко благодарить, а иногда надо. Иногда легко благодарить, а иногда надо. Но бывают обстоятельства такие, когда если смотреть человеческими глазами, то не за что. А тогда как раз Бог нас призывает благодарить. Иногда легко благодарить, а иногда надо. И вот когда надо благодарить, эта благодарность, она высвобождает силу. Когда вроде бы человеческими глазами все вокруг оно сгущается, А у тебя изнутри твой дух начинает говорить, а ты знаешь, какое у тебя будущее. А ты знаешь, чему тебя Бог призвал. И знаете, когда мы начинаем высвобождать эти слова благодарности, наша вера укрепляется. Потому что благодарность это форма хвалы Богу. И написано, что вера наша от слышания. А слышание от Слова Божьего. И когда мы начинаем просто Словом Божьим благодарить. Когда мы начинаем благодарить, хотя мы не видим. Это невидимо, оно стает настоящим. Потому что также написано, что вера же есть осуществление ожидаемое и уверенность в невидимое. И вера как раз она обновляется, укрепляется, когда, может быть, мы не видим вокруг нас, но мы начинаем благодарить. И эта благодарность, она просто меняет физические обстоятельства. Павел и Сила сидят в темнице, в оковах, полностью в цепях, и они начинают хвалить Бога, они начинают благодарить. И через эту силу высвобождается, и приходит это землетрясение, они высвобождены. Подходит Израиль к Ирихону, стены огромные, некуда идти, и они начинают идти вокруг этих стен и хвалить своего Бога и благодарить. И эти вот, вот эти огромные стены, они просто рушатся. И точно так же в нашей жизни, когда, может быть, мы не видим вокруг нас, за что благодарить, мы начинаем брать это слово, мы начинаем стоять в этой благодарности и хвалить нашего Бога. И я знаю, что эта сила высвобождается в нашей жизни, и эти стены падают. Да благостоит вас Господь, да даст вам просто силу благодарить Его, даже когда трудно, даже когда, может быть, мы вокруг смотрим и не видим, за что благодарить. Благодарите Его, непрестанно благодарите Его, продолжайте благодарить, и эта сила будет высвобождаться в вашей жизни. Да благостоит вас Господь. Слава Иисусу. Сегодня молился, день такой, знаете, хороший день вспомнить все милости Господни. Две-три минуты недостаточно, и ты как будто перебираешь в мыслях, что бы ты мог сказать, за что ты Богу благодарен, за что Его прославить. Тебе хочется что-то такое важное, значимое, и вспоминаешь о семье, Бог являл милость, исцеление. Вспоминаешь вообще самое начало, как из руин, из праха, из пепла, из развалин, из полного ничтожного состояния Бог тебя поднимал. Вспоминаешь многие вещи, когда был в нужде, и Бог отвечал тебе. Были времена в бизнесе, в подъеме, были времена падения, и времена подъема в бизнесе – это благословение. Времена, когда ты ничего даже не имел и был в нужде, и это тоже благословение. Мы хотим быть благословенными, аминь, и мы хотим об этом свидетельствовать. Сегодня то, что звучали слова свидетельств, этим мы показывали, что наш Господь, Иисус, и мы хвалимся. Мы не хвалимся чем-то, что мы приобрели. И в Псалме 19 Давид говорит, иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся, они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Есть род людей, есть люди, это не про нас, которые хвалятся каким-то приобретением, что-то они имели. Кто-то считает, вот оно благословение. Я, поймите меня правильно, не против свидетельств, у меня они есть. Мы радуемся благословению в бизнесе, избытку, всему, что Бог прикладывает и дает, это действительно благословение. Но вы знаете, есть люди, которые этим именно хвалятся, но не Господом. Мы должны понимать, как Дима прочитал это место, от кого, кто издающий, кто дает, и каким благословением мы действительно будем хвалиться. И я, вы знаете, размышлял, молился и думал, Господи, вот за что я Тебя благодарю? Вы знаете, кто-то сидел за столами в эту неделю, и бывало там, каждому предлагалось свидетельство, скажи, за что ты благодарен Богу? Иногда такая пауза, вроде, я благодарен Богу, но вот за что? И ты тут перебираешь мысленно, и хочется что-то сказать, и как-то растерянность кто-то за это, и мог бы еще много сказать. Но вы знаете, мне пришло слово сегодня, я молился, это было напоминание, откровение, которое было у меня несколько лет назад. И когда я думал, как здорово, когда Авраам был благословен Богом, он был одним из богатейших людей на этой земле. Его знали в то время все, это был влиятельный, богатый человек. И когда я читал, что я сын Паврири в Иисуса Христа, я дитё Авраама, то эти же благословения написаны тоже, и они должны как-то и ко мне прийти. И я мечтал о том, что вот я буду богат, но вот слово Галатам я читал, и вот сегодня оно мне пришло. Я зачитаю этот, 13 стих, 3 головы Галатам. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». И вы знаете, я, молясь, наполнялся радостью, миром, благодатью Святого Духа, и у меня есть одна благодарность Богу сегодня. Бог дал мне обещанного Духа верою, то, что было обещано Аврааму, я имею как сын, чтобы получить обещанного Духа верою, дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на тех, кто не знал Его, кто не принадлежал народу Божьему, кто был далек, чужд закона обетований Божьих. Но верой в Иисуса, благословение в Святом Духе, то, что мы приняли, это нам дано сегодня. И что же это значит, это благословение Духа Святого, который именим? Это значит, я становлюсь плодовитым, когда-то я был бесплодным, сегодня я приношу плод Богу. Сегодня в Святом Духе я способен благословлять людей, быть благословением для своей семьи, для своих окружающих, для этого мира. Сегодня только в Духе Святом я могу принести много плода перед Отцом, перед Богом. Написано, что этим прославится Отец Вас Небешный. Когда? Когда вы принесете много плода. И я хочу быть ветвью на этой лозе, когда Святой Дух во мне, и приносить Ему много плода. Благословение Авраамова распространилось на меня, на тебя, и нам приносить плод Богу. Вот тот плод, с которым мы придем и прославим Господу. Сегодня моя благодарность Богу за то, что, вы знаете, я имею Святой Дух. Я имею тот Дух, в который я вставая, я могу радоваться любому подарку. Может быть, кто-то мне бы дом, машину подарил. Написано, кто-то хвалится приобретениями. У кого-то колесницы, у кого-то дома, у кого-то кони. Хорошо иметь колесницы, хорошо иметь дома и хорошие. Хорошо все это иметь. Но мы хвалимся не этим, а хвалимся тем, что мы имеем реально в Боге. Реально той жизнью, которой Бог нас наполняет и которую мы имеем в Нем. И в Святом Духе мы способны готовить путь к приходу Иисуса. Приготовьте путь к Господу. Прямыми сделайте стези Ему. Всякий долг да наполнится, всякий холм и гора да понизится. Кривизны да выпрямятся. Все это мы делать способны в Господе, в Духе Святом, который Он дал нам. Великий дар, который мы имеем, за что мы сегодня благодарим Бога и чем мы хвалимся. Хвалимся именем Господа. Благословения вам, дорогие. Одно слово, которое сильно касается меня в последнее время, это место, где Иисус говорит, прежде всего, ищите Царство Моего. Прежде всего. И вы знаете, мы часто ищем и много просим, но здесь ключ прежде всего. Первое, что мы ищем, первое, что мы просим, это то, что связано с Его Царством. И написано, и все остальное приложится. И знаете, есть многие вещи в нашей жизни, но вопрос приоритетов. Есть многие вещи, некоторые хорошие, некоторые, может быть, не сильно полезные, но когда эти вещи становятся в правильный приоритет, все начинает просто устраиваться в нашей жизни. И здесь это ключ для нас, где написано, прежде всего, прежде всего, в начале, всегда ищите Царство, то есть всегда видеть Его первым. И несколько мест я хочу прочитать. Евреям 12 глава написано. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». «Взирая», то есть здесь подчеркивает видеть Его и в начале, и в конце, то есть постоянно Он первый, постоянно мы видим Его, постоянно мы следуем за Ним, Он первенец, Он первый, мы первого Его ищем, мы в Нем нуждаемся, и все остальное, оно прилаживается, оно устраивается, оно становится на правильное место в нашей жизни. Вы знаете, я как-то искал, молился, искал Бога, и внутри получил вот это слово, «Ищи меня первым, прежде всего, ищи меня, прежде всего, нуждайся во мне, и я устрою все в твоей жизни». И еще одно место в заключении я прочитаю, который есть, это Колоссянам 1 глава 15 стих, «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит, и Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота». Он первенец, Он первый в нашей жизни. Я хочу поощрить каждого. Знаете, когда мы видим Его первым, тогда легко признать, что все, что мы имеем, это от Него. Когда Он первый, там нету места гордости. Когда Он первый, мы начинаем полностью быть зависимы и понимать, что Он есть источник, что Он есть полнота. Им все, и для Него все. И прежде всего мы начинаем искать Его. И все остальное в нашей жизни, оно просто прилаживается. Я благословляю вас в этот день, и пусть действительно эти приоритеты в нашей жизни, они станут на правильные места. Слава Господу! Скажи, Слава Господу! Знаете, когда, всякий раз, когда мы празднуем жатву, одно слово всегда в моем сердце. До сего места помог нам Господь. До сего места помог нам Господь. И как бы мы что-то не старались достигать, достигли, где бы мы не были, но где бы ты не находился сейчас, до этого места помог тебе Господь. Да, может быть, ты родился в хорошей семье, может быть, тебя воспитали очень правильно, но до сего места помог Господь. Может быть, ты проходил определенные трудности в своей жизни, и ты сидишь сегодня здесь, на этом месте. Хочу сказать, что Господь помог тебе дожить до сего места. Господь хранил, Господь заботился, Он обеспечал, Он давал нам все необходимое. И мы сегодня, на этом месте, мы не должны скрывать для Него славу. Аминь. Апостол Павел пишет такое слово. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии со святыми, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Знаете, мы не только получили то, что мы имеем в нашей жизни, но есть то, что Бог обещал. И то, что, может быть, мы ждем, мы верим. И даже несмотря на то, что мы в это верим и ждем, что то, что Он обещал, оно придет в нашу жизнь, нам все равно надо благодарить Бога. За обещание. Знаете, недавно я своему сыну, он у меня долго просил, чтобы я ему купил собачку. И в один день я ему пообещал, я ему сказал, Сайлос, я куплю тебе. И вот в тот момент вы бы видели его, как он бежал с радостью сообщить эту новость. О том, что он услышал Слово от Отца, и я пообещал ему. И еще собачки не было, но я уже слышал спасибо, я уже слышал, что он об этом делится с другими, и ее еще нету. Но он уже благодарил, и он уже радовался, как она уже есть. Вот очень важно в нашей жизни иногда некоторые обетования, некоторые вещи, что мы ждем от Бога. Может быть, у нас этого еще нету, может быть, но есть Слово. И апостол Павел говорит, что он верный. Бог, который обещал, который сказал Слово в твою жизнь, он верный. И сегодня ты и я, мы имеем полное право брать это Слово и благодарить Бога за то, что он верный. Он не подводит, он не человек, чтобы ему лгать. Если он сказал, то это Слово, оно не возвращается к нему просто таким. Оно возвращается ему, исполнив, для чего он это Слово послал. И я верю, что для каждого из нас Бог послал Слово. Ты и я, мы получили Слово. Этим Словом мы родились, этим Словом мы живем на сегодняшний момент. И этим Словом, опираясь на это Слово, мы можем благодарить Бога, несмотря на ситуации, в которых мы находимся. Поэтому давайте мы встанем сейчас. Может быть, ты проходишь сложный участок времени в своей жизни. Я хочу сказать, что есть Слово, которое Бог послал в твою жизнь. Бог послал в твою жизнь Слово. И сегодня не опирайся на то, что ты видишь то, что ты чувствуешь. Становись на Божье Слово и просто благодари Его за то, что Он верный. Он сказал, что начато дело, которое Он начал власть, Он совершит его до конца. Господь, благодарим Тебя в этот день, когда мы празднуем День Жатвы. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы превозносим Тебя, что сегодня мы можем, Господь, опираться на Твое Слово. Мы можем становиться на Его, Господь. И сегодня мы с верою приходим к Тебе с благодарностью. Мы благодарим за все то, что мы имеем в нашей жизни. Все то, что Ты даешь в нашей жизни. Господь, все то, что Ты будешь посылать в нашу жизнь. Мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты держишь нас в Твоей руке. И никто не похитит нас, потому что мы в завете с Тобою. Господь, мы в завете с Тобою, поэтому мы твердо можем, Господь, приходить в Твое присутствие. Господь, исповедуя Твое Слово, мы благодарим Тебя, Иисус, еще и еще. Мы отдаем Тебе славу, потому что Ты наш Царь, Ты наш Бог. Мы поклоняемся Тебе. Аллелуя Тебе, наш Бог. Аминь. Аллелуя. Слава Богу, драгоценные, в этот праздник, вы знаете, меня всегда вдохновлял этот праздник жатвы с детства, когда я видел эти плоды всякий раз, мне всегда хотелось больше принести плода. И благодарное сердце, вы знаете, я как-то сидел, анализировал свою жизнь, слыша все свидетельства, и вспомнил о том, что мы как-то с Нелли в жизни нашли для себя такой рецепт, что какая бы проблема ни приходила в нашу жизнь, когда мы начинали благодарить Господа, она просто исчезала. Если не исчезала проблема, то менялось наше отношение к этим обстоятельствам. А очень часто это не менее важно, и это является ответом от нашего Господа, когда мы просто по-другому с Божьей перспективы начинаем смотреть на ту ситуацию, которая пришла в нашу жизнь. Поэтому благодарность всегда выход из любой ситуации. Изменятся ли обстоятельства, изменятся ли наши отношения к обстоятельствам, все равно это выход для нас. Поэтому всегда, всегда правильно благодарить Господа. И вот это место за все благодарите, мне нравится другой перевод, где написано, что во всех обстоятельствах жизненных найдите за что прославить Господа. Я думаю, это всегда правильно, и это всегда оно откроет нам дверь, и мы увидим, что Господь не оставил нас, Он всегда рядом. Поэтому пусть каждое сердце будет наполнено сегодня хвалою, благодарностью нашему Отцу. Аллилуйя! Посмотри, милый друг, в небеса, на величие и славу Творца. Как прекрасно Он мир сотворил, землю Он ни на чем утвердил. Восхищаюсь я ночью и днем, все вокруг говорит мне о Нем. И с восторгом ликует душа, славя Бога за все чудеса. И с восторгом ликует душа, славя Бога за все чудеса. Создатель миром. Каждый день вижу солнечный свет, Как красив и закат, и рассвет. И в ночной тишине у окна Взгляд мой радует в небе луна Реки, горы, леса и моря Все создала Господня рука Чтоб живя на земле человек Мог познать, как велик Бог творит Свят, 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 поют небеса Свят, 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 свят Свят, свят, свят Бог всех богов Свят, свят, свят Создатель миром Создатель миром Свят, 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 свят Создатель миром Свят, 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 Создатель миров. Свят, 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 Создатель миров. Свят, 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 свят. Аллилуйя. Однажды он ученикам говорит, не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва. А я говорю вам, возведите глаза ваши и посмотрите, как побелели нивы. Давайте мы встанем сейчас, когда мы будем петь эту песню. Песню, которая относится к нашей церкви. Песню, которая относится к каждому из нас. Благовествовать по всему миру. Евангелие Царствия. Ты, Господь, на тебе, Он помазал тебя. Пронести благую весть по всей земле. Дух Господен на тебе, Он помазал тебя. Пронести благую весть по всей земле. Он послал тебя к бедным. Это твой день. И слить разбитые сердца. Это твой день. Дать свободу пленных. Это твой день. Опустить тех, кто во тьме. Дух Господен на тебе, Он помазал тебя. Пронести благую весть по всей земле. Он послал тебя к бедным. Это твой день. Это твой день. И слить разбитые сердца. Он послал тебя к бедным. Это твой день. Это твой день. Дать свободу пленных. Это твой день. Опустить тех, кто во тьме. Это твой день. Это твой день. Это твой день. И сегодня день славы Божьей. Господь, мы благодарим Тебя За Твой Дух, которым Ты помазал Каждого из нас благовествовать нищим. Нести Евангелие Твое, Возвещая правду и истину Твое, Господь. Он послал Тебя к бедным Исцелить разбитые сердца Дать свободу пленным Отпустить тех, кто во тьме Время милости Господней Сегодня день славы Божьей 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 Время милости Господней Замы Божьей Время милости Господней Время милости Господа Для нас благове Божьей По всей земле Аллилуйя Ты помазал, Господь, каждому из нас Чтобы Твое царство, оно распространилось по всей земле Мы благодарим Тебя за благодать Твою Аллилуйя Мы благодарим Тебя за царствие Твое Благодарим Тебя, что это царство в щиле Слава Тебе Мы благодарны Тебе, Иисус наш Аллилуйя Аллилуйя Аминь Слава Богу, садитесь, возлюбленные Спасибо Вам, грубо прославление Вообще, все настолько замечательно Наше служение подходит к завершению Будем заканчивать И перед нами вот такая красота Из цветов, из фруктов, из разных ягод здесь, овощей Такая вот Кто это сделал, огромное спасибо всем этим дизайнерам И это кое-что говорит и напоминает нам Вообще, Слово Божие говорит о жатве, как о кончине века Плоды – это конечный результат Вот то, что мы видим, это конечный результат Но когда-то, до того, что мы вот видим эти плоды Это было в семени Может быть, в таком семени, которое не было заметно Все мы были в каком-то семени Вы знаете, Бог, Он заинтересован Чтобы этот процесс От семени до плода Был совершен в жизни каждого человека Чтобы каждый человек Он все-таки пришел к этому конечному этапу Когда будет зрелый плод Зрелый плод И сейчас, когда мы смотрим И осень, мы сегодня говорим об этом Это пора жатвы Жатвенная пора Слово Божие по-особенному отмечает этот момент Этого вот периода года Осень, жатва Это радостное событие у людей, кто собирает плоды Это радостное событие Вы знаете, сколько фермеров Они переживали в этом процессе Чтобы все-таки дождаться этого момента Когда они соберут плоды Когда они будут радоваться урожаю Но в этом процессе От посева до жатвы Столько было трудностей Возможно, таких переживаний Знойные дни Нехватка влаги И много других вещей Когда нужно просить дождя Когда нужно заботиться Когда нужно Вставать рано И, может быть, поздно ложиться Чтобы привести Вот то, что посеено Вот к этому конечному результату Чтобы был плод Чтобы был плод То, что мы сегодня наблюдаем И Один Мальчик, он подошел и говорит Пастор, а можно после собрания Это настоящее Вернее, он говорит Это настоящее Я говорю Ну, думаю, что да А можно я после собрания Что-то возьму и скушаю Ну, я ему, конечно, разрешил Ну, вот Но Я о чем это Когда мы смотрим на плод На плоды То Мы уже забываем Может быть, о том этапе От тех трудностей От тех Всех вещах Но Я уверен Что Каждый плод Который мы здесь видим Он достиг Вот этого этапа Он прошел эти этапы Он достиг Вот этого Результата Конечного Но Только подумайте Сколько Семян Которые точно так же Как и эти Были посеяны И сегодня они не пожаты Потому что они не дошли До этого результата У кого-то, возможно На полпути Был этот срыв У кого-то в самом начале Это семя не принесло Нужных результатов Может быть Стебель не набрался Может быть Не пошло это У кого-то, возможно В конце уже Что-то случилось Где-то, возможно Просмотрел Фермер Может быть Может быть и нет Но что-то произошло Может быть Ураган был Может быть Еще какие-то Были бедствия И этот плод Он не созрел И им нельзя было Воспользоваться Только зрелый плод Это именно тот момент Когда мы можем Наслаждаться Не только дети хотят И взрослые Они хотят Вкусить То, что уже созрело То, что уже готово То, что уже приятно Отведать Вы знаете Бог определил Чтобы каждый из нас Мог принести Плод Для Божьего Царства Иисус говорит В 15 главе Иоанна О том Он говорит Тем прославится Отец Мой Небесный Если мы принесем Много плода Мы принесем Одна из причин Почему Мы можем принести Много плода Это нужно пребывать В самой Прекрасной личности Во вселенной В Иисусе Христе Он есть глаза А мы ветви Пребывание в нем Позволяет нам Принести Много плода И, конечно Это тоже процесс Отец Он как заботливый Виноградарь Он очищает Эту вещь Которая приносит Плод Он заботится Возможно Есть и трудности Возможно Есть и переживания Всегда мы Когда смотрим На конечный результат То мы уже И не вспоминаем Что было до этого Сколько было В нашей жизни Вещей Когда мы идем К цели Когда мы идем К цели Вы знаете Много вещей В моей жизни Когда Эта цель Она была Такой маленькой Как горчичное зерно И может быть С кем-то ты начинал Делиться И кто-то смотрел И говорил Ты о чем Это вообще Нереально Я Тоже Очень благодарен Господу За все его милости За все его заботы Мы Здание Мы не имели Своей кухни Я хочу Доколе Провольное вложение Этих братьев Еще кого-то Они вложили Они покупали Они все сделали Некоторые даже из вас Не знают О чем я говорю Как видите С правой стороны Двойные двери появились Там уже у нас кухня Профессиональная Все необходимо Есть Чтобы мы делали Банкеты Свадьбы Встречали Новый год Делали праздники Есть Все необходимое У нас для этого Слава Богу И Может быть Не все так идет По плану Как мы хотим Но я Вам скажу Что Один из таких Сильных принципов Если семя Которым заложено все Поместить просто В стеклянную банку И ожидать Когда же будет плод Можно ждать Очень долго И жизнь закончится И плода не будет Причина Семя Не в доброй почве Как только мы Начинаем двигаться В направлении цели Может быть Эта цель кажется Невозможной Но мы начали двигаться Я Вам скажу Результаты будут Если мы Положили это в сердце Видеть эти плоды Результаты будут Да Будут трудности Будут зной Будут определенные вещи Но будет результат Я прочитаю такое место Это записано Кремлянам Восьмая глава Тридцать второй стих Здесь сказано так Тот который Сына своего Не пощадил Возлюбленные Кто-то не пощадил Сына своего Мы знаем это Бог Вот у него Если была ценность В его царстве У него Это был его сын Возлюбленный И написано Он Его Не пощадил Но предал Его За всех Нас Я бы хотел Чтобы мы Вдумались В эти слова Мы часто это слышим Эти провозглашения О том Но я бы хотел Чтобы мы увидели Во всей этой картине Почему Бог Не пощадил Сына Почему Он предал Его За нас Но было ли бы Ну Было бы за что Его отдавать Кто мы И кто его сын Но он его предал За нас Мы даже не можем Это объяснить Почему Бог Так оценил нас Что то Что у него было Самым Драгоценным Это возлюбленный Сын И он его Предал За нас Так говорит Слово Божие Он не пощадил Его Не пощадил Вы знаете Настолько В тот момент У Бога Это было В планах Что его сын Самый драгоценный Любимый Он его Отдает За всех нас Последнее Завершение Этого стиха Говорит так Как с ним Не дарует Нам И Всего Интересно Есть перевод Я хочу Чтобы Мы могли бы Также обратить Внимание На этот перевод Я сейчас вам Его зачитаю Но Своими словами Скажу Там сказано Так Как У нас Написано Как с ним И не дарует Нам всего А в этом переводе Сказано так Что Господь Не пожалеет Ничего Если он Такую драгоценность Отдал Ради нас Разве он Что-то Пожалеет Чтобы Не отдать Нам Не восполнить Может быть Кто-то В какой-то Сезон Имел Какие-то Утраты В жизни Может быть Были Какие-то Потери Может быть Что-то Есть Не достигнуто Вы Хотели И Не получилось Есть Боль У людей Что Вы Сожалеете Что Больше Этого Плода Вы Не увидите В жизни Потому Что Где-то Прервалось Это Где-то Это Остановилось Где-то Вы Потеряли Но Если Тот Который Не Пощадил Своего Сына Он Знает Эти Процессы Он Силен Восполнить Всякую Потерю И Всякую Утрату Восполнить Он Есть Воздаятель Халилуя Мы Будем Сейчас Молиться И Я Хотел Чтобы вы Могли Правильно Увидеть Давайте Группа Проходите Пожалуйста Мы В конце Еще Будем Поклоняться Время Молитвы Вы Знаете Как Часто Мы Просто Как Мирослав Подметил Когда Стоит Вопрос За Что Б Поблагодарить И Сразу Мы Начинаем Некоторые Вещи Анализировать И Слава Богу Что Мы Видим Милость Божию Во Многом Но Я Обратил Внимание Что Мы Зачастую Только С одной Стороны Рассматриваем Где Бог Нам Помог Как Он Сделал Как Провел Некоторые Люди Просто Проезжают Мимо Бомжа Может Доллар Ему Дадут Там Господь Слава Тебе Что Я Не Бомж Тоже Благодарность Кто Может Видит Человека Он Инвалид Или У Некита Ограниченные Возможности В жизни О Господь А Я Здоров Тоже Нормально Это С чем То Мы Сравниваем Мы Видим Себя Может быть В лучшем Положении Мы Начинаем Благодарить Бога Что Руки Есть Ноги Есть Все Необходимое Есть Да Слава Богу Но Я бы Хотел Также Подметить Такую Сторону Что Этого Может И Не Быть А Как Тогда Как Тогда Нам Быть Есть Моменты В нашей Жизни Когда Только Бог Знает Что Может Повлиять На Результат Чтобы Был Плод Есть Некоторые Вещи Когда Бог Он Проводит Через Потрясение Трудности Через Унижение Скорби Одиночество Пустыня Долины Плачем О Господи Это Только Не Для Меня Возлюбленные Мы Должны Понять Бог Знает Как Достичь В Нас Плода Все Что Нам Нужно Прибыть На Лозе И Не Противиться Ему Бог Знает Как Нас Формировать Он Знает На Каком Этапе Потрясти Нас Что Обрезать От Чего То Освободить У Него Цель Чтобы Мы Могли Принести Много Плода Он Отдал Сына Своего Возлюбленного За всех Нас Как Он И Не Дарует Нам И Всего Бог Дарует Он Отвечает За свое Слово Он Дарует Может Кто Кто В Гонениях Сегодня Сегодня Слышишь Как Люди Они Выступают И Говорят О Меня Незаконно Притеснили У Меня Незаконно Вот Это Сделали Один Пастор Сообщил И Говорит Слушай Нужно Что-то Предпринимать Потому Что На Украине Отбирают Машины Там Все Происходит Это Вы знаете Без Власти Когда Когда Эти Вещи Все Происходят И Ты Думаешь Да Человек Работал Всю Жизнь Забрали Машину Я Вспоминаю Такое Место Я Не знаю Как бы Я Оказался В Этих Испытаниях Через Которые Сегодня Проходят Наши Братья Сестры Вообще Люди На Украине Но Как Хочется Чтобы Как В Первой Церкви Было Такое же Сердце Когда Они С радостью Воспринимали Когда Они Были Гонимы Когда Расхищали Их Имения Когда Забирали Последнее Когда Убивали Их Что Заставляло Их Радоваться Вы Знаете Они Понимали Что Ни Смерть Ни Теснота Ни Гонение Ничего Их Не Может Отлучить От любви Господа Иисуса Христа Ничего Апостол Павел В этой главе Говорит Что Мы Это Все Преодолеваем Силою Возлюбившего Нас Иисуса Христа Преодолеваем Отношения С Ним Это Главное Что Должно Быть В нашей Жизни Чтобы Был Плод Чтобы Был Конечный Результат И Чтобы Бог Был Прославлен Недавно С пастором Из Грузии Варлам Рамишвили Он позвонил Мы с ним беседовали И он рассказывал Как прошел Крусейд Франклина Грэма В Тбилиси Было Запланировано Чтобы Это Прошло Во дворце Спорта Много Тысяч Людей Должно Быть Там Рекламы Висели По всему Городу И вот Буквально Буквально За Неделю До Этого Пошли Протесты С Православной Церкви Ортодоксальная Грузинская Православная Церковь Они Стали Мешать Они Все Это Отказать Правительство Не могло Потому Что Свободная Страна Свобода Вероисповедания Демократия Но Вы знаете Они Устроили Там Такой Формальный Как бы Пожар Где-то там В углу Этого Помещения Никто Даже Знать Не знает В каком Это углу Случилось Но Они Сказали Произошел Пожар Может Кто-то Просто Сигарету Не потушил И она Сгорела И они Это За пожар Но Нужно Было Выдать Эту Версию Говорят Мы Не Можем Мы Опечатали Дворец Спорта И Там Не Может Быть Это Мероприятие За Несколько Дней До Этих Крусейдов То Они Собрались В поместной Церкви У Пастора Олега И там У него Большой Двор И Большая Территория Они Прям На улице Расположились Пришло Около Пяти Тысяч Людей И Много Неверующих И православные Снова Встревожились И они Пришли Туда Один Священник Православный Который При Президенте Саакашвили Он Сидел Загонение Протестантских Братьев И Сестер Он Приходил В церкви Разгонял Приходили С дубинками Они Просто Избивали Христиан И его Посадили Сейчас Его Выпустили Сейчас Он Как Который Пострадал Считается И он Привел Снова Молодых Агрессивных Людей Чтобы Помешать Этому Служению Но Время Уже Изменилось И они Не могли В открытую Избивать И они Просто Встали Там И людям Стали Говорить Куда Вы Пришли Это Секта И Они Тогда Сделали Такой Коридор В Две Шеренги Встали Перед Входом Во двор Этой Церкви И Назвали Что Это Коридор Позора Другого Пути Нет Как Было Войти Туда Вот Только Через Коридор Позора И Этот Коридор Позора Он Говорит Вы Отступники Вы Сектанты Вы Проклятые И Все В таком Плане И Вы Знаете Много Людей Когда Это Увидело Которые Пришли На Эти Служения Они Остановились И Они Не Пошли Гордость Не Позволила Им Даже Некоторые Христиане И Там Были Журналисты Было Телевидение Все Это Освещалось И Вот Жена Варлама Рамишвили Ирма Она Узнала Об Этому Она Подошла К Этому Священнику И Говорит Почему Вы Не Пускаете Людей Потому Что Вы Секта Мы Грузины Православные Она Говорит Ты Называешь Меня Сектанкой Но Я Верю В Иисуса Христа Который Спас Меня Там Собрали Журналисты Они Стали Сразу Записывать Это Вести Съемку И Она Стала Ему Говорить Что Я Могу Это Открыто Исповедовать Что Я Дитё Божье Все Что Здесь Людей Узнали Что Иисус Их Спаситель И Если Вы Сделали Этот Коридор Позора То Это За Честь Мне Пройти Через Него Потому Что За Имя Иисуса Мне Не Стыдно Страдать И Унижаться И Там Сотни Людей Стояли Это Все Слышали И Это Все Фиксировалось И Она Говорит Чтобы Вы Знали Что Для Нас Это Не Коридор Позора Первые И Толпа Потом Ринулась За Ними Вы Знаете Бог Знает Как Обстоятельства Менять Свою Славу Иногда Мы Думаем Что Да Это Страшно Это Унижение Я Туда Не Пойду А Бог Как раз Приготовился Чтобы Прославить Там Свое Имя Плод Это Конечный Результат И Мы Призваны Принести В Его Царство Много Плода Давайте Мы Встанем Я бы хотел Чтобы вы Поблагодарили Господа За все Может быть Не всегда Как-то нам Понятно Чтобы Благодарить За все О Господь За хорошее За благополучие Это естественно У меня есть Поблагодарить Но поблагодарите За все За те процессы Может быть Что-то не удалось В вашей жизни За какие-то Потрясения Я знаю Они все равно Послужат Благословением Для нас Поблагодарите Господа Самое главное Чтобы вы Не остановились В процессе Самое главное Чтобы вы Не сошли С пути Самое главное Чтобы вы Продолжали Держать Свой взгляд На Иисусе Христе Самое главное Чтобы вы Шли до конца Чтобы вы Позволили Святому Духу Довершить Эту работу В вас И может быть Где-то На этом пути Есть временные Потери Чтобы вы Не остановились Бог силен Восполнить Всякую Утрату Всякую Потерю Он Воздоятель Он Сына Не пощадил Он Предал Его За всех Нас Он Дарует Все Халлилуйя Давайте Давайте Мы Простем К нему Руки Начинать Его Благодарить Благодарить Его За все Благодарить Его За все В своей Жизни Благодарить Какая Огромная Радость Которую Мы Спасены Наши Имена Записаны В книгу Вечной Жизни Иисус Наш Спаситель Он Наш Господь Jesus Is Lord Аллилуйя 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 Нету Другого Бога Он Нам Открылся Самый Настоящий Самый Настоящий Господь Аллилуйя Воздаем Тебе Славу Иисус Наш Аллилуйя Аллилуйя Возлюбленные Давайте мы будем Поклоняться Давайте мы будем Прославлять Его Святое Имя Давайте будем Возвеличивать Его Воистину Он Есть Господь Благодари Его Независимо От того В какой Ты сейчас Ситуации Находишься Может быть Много Вещей Непонятных В твоей Жизни Продолжай Смотреть Вперед И ожидай Бог сегодня Заботится Чтобы ветвь была Очищена Все что нужно С нашей стороны Прибыть на лозе Прибыть в нем Стремиться к этому Обогащаться им Аллилуйя Да, Господь наш Is our God Say with me How great Is our God And all will see How great How great Is our God Is our God Sing with me How great Is our God And all will see How great How great Is our God How great Is our God How great Is our God How great Sing with me How great Is our God And all will see How great How great How great Is our God And He's the name Above all names Name above all names You are worthy That you are worthy That you are worthy And all will see How great How great How great Is our God Your name Above all names Name above all names You are worthy You are worthy You are worthy You are worthy How great My heart My heart Will sing How great Is our God How great How great How great Is our God Sing with me Sing with me How great Is our God And all will see How great How great Is our God Sing with me You are so great How great Is our God Sing with me How great Is our God And all will see How great Is our God How great Is our God Да, Господь наш Аллилуйя Да, Господь наш Возлюбленные Давайте мы сейчас благословим друг друга Тот, кто рядом с вами Давайте мы подойдем друг ко другу сейчас Давайте в этот прекрасный день Когда мы благодарны Господу За все его милости За всю его заботу Давайте мы Поблагодарим его Давайте Поблагодарим за тот путь Которым он ведет нас Давайте мы Поблагодарим его Что он только знает Этот путь Он знает Как испытать нас Чтобы мы вышли Как золото Давайте мы Благословим друг друга Возможно Кому то сейчас Очень тяжело На этом пути Но чтобы никто Не остановился Идя до цели До момента Когда принесем Много плода В Божье Царство Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Ты великий Господь наш О, мы возвеличиваем и славим тебя Мы благодарны тебе друг за другом Что мы одна семья Мы искуплены кровью твоею Мы благодарны тебе За твою заботу о нас За благодать Которую ты явил нам Мы благодарим тебя За реки твои За реки Духа Святого Ты сказал Из чрева потекут реки Воды живой Мы благодарим тебя Мы благодарим тебя За помазание Что Дух Господень на нас Мы благодарны тебе Мы благодарим тебя За эту честь Находиться на лозе Питаться тобою Познавать тебя Возрастать в тебе И приносить Много плода Мы воздаем тебе Славу И честь Отец Сын И Святой Дух Аминь Аллилуйя Слава нашему Господу Аллилуйя Слава Богу Садитесь пожалуйста Я попрошу Чтобы Слава И его супруга Зима Могли пройти Вот Пожалуйста Или вы вообще Втроем Пожалуйста Проходите Давайте их поприветствуем У них есть песни Они споют После этого мы будем расходиться Но Что я бы хотел Еще напомнить вам И сказать По тому Что мы сегодня Имели И Вы знаете Все на этой земле Идет к завершению Очень важно Хорошо начать На этой земле Но важно Так же и хорошо Закончить Поэтому Пусть вас Господь Укрепит На ваших путях Где вы находитесь Чтобы вы не остановились Взирали на того Кто из начальник Совершитель веры Шли до конца Чтобы действительно Закончить Для его славы На жизненный путь Будьте благословенны Возлюблены Пожалуйста Слава Иисусу Вы знаете Сегодня я так просто Вспоминал О том Как Бог вел меня И ведет меня И много вспоминал Чудес И в том Как Бог помогал Мне кажется Очень Говорил полдня Вот Но интересно в жизни Когда я жил еще в Селме Там далеко Когда я был не женат И я всегда молился О том Что Молился О своей девушке О жене будущей Да Я просил Бога Чтобы он благословлял ее И хранил Благословлял И молился так же Ну как бы не смешно это было Просто Я когда Кому то сказал Он просто рассмеялся Я молился о детях своих Которые Бог мне даст О семье И чтобы Бог Ну как бы не наказывал меня За мои какие бы Проступки Я говорю Боже меня наказывай Меня наказывай Но не накажи За мои проступки Моих детей То есть Мое семью И просто Вспоминаешь это Как Бог благословляет тебя И ведет Вы знаете Бог благословил С семьей И детей дал мне Вы знаете Я песни Начал писать Может быть в 16 лет Моя дочка Начала писать Уже в 6 лет Когда ей было 6 лет Она написала мелодию Ну на свои слова Как бы Я не понимал о чем Вот Ну как-то через год После этого Я ехал после работы И Боже Я говорю Я хочу На эту мелодию Слова написать И вы знаете Пока я доехал домой Написал слова На эту мелодию И мы прославим Бога Песней Все от Него И все к Нему Слава Ему Аллилуйя Аллилуйя Александр Новый день Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Новый день хвалы и поклонения Встречаю я тебя И стою перед тобой смирений Осени меня Жду я в духе твоего движения Предчувствий огня Силой твоей Возле готова духа Исцеляй сердца Поднимаем руки к небесам И возносим Бескальфимия Богу слава Аллилуйя Плох он к нам Воскреса И мы поем хвалу Честь и слава Жду я в духе твоего движения Чувствий огня Сила твоего святого духа Исцеляй сердца Поднимаем руки к небесам И возносим Бескальфимия Богу слава Аллилуйя Плох он к нам Воскреса И мы поем хвалу Честь и слава Седержителю Новый день хвалы и поклонения Встречаю я тебя И стою перед тобой смирений Осени меня Аллилуйя 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 Слава Богу Слава Богу Спасибо вам огромное пенсия